Очень ярким получился первый день чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин и женщин. В переполненном дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске определяли финалистов в трех весовых категориях у мужчин и в трех категориях среди женщин. Почетными гостями турнира стали представители ФСБР, министры спорта и СКФО и руководство национальной сборной России по вольной борьбе. Гости высоко оценили организацию проведения чемпионата России и уровень участников турнира. Вы видите, да, там ажиотаж вот этот, смотрим на одном дыхании, потому что очень интересные схватки, есть хорошие противостояния, которые всегда интересно смотреть, зал полный, организация тоже на высшем уровне, хотел поблагодарить. И министерство спорта и СССР очень хорошо там организовали этот чемпионат. После чемпионата Европы 2018 года, это, наверное, для нас борцовский праздник, самый большой борцовский праздник. Хотя мы ежегодно проводим очень много мероприятий. И сегодня, конечно, праздник борьбы для тех болельщиков, искренне, которые, я сказал, незаменимых для нас болельщиков. Этот чемпионат показало и собрало столько людей здесь. И считаю, что полный зал. И давно такого не было. За золото первого дня чемпионата России по вольной борьбе поспорят Зауру Гуев в весе до 57 килограммов, его соперник Артем Габуев из Москвы. В весовой категории до 65 килограммов Ибрагим Ибрагимов встретится с москвичом Шемилем Мамедовым. В третьем финале в весе до 70 килограммов встретится Иналбек Шериев из Московской области и Евгений Жербаев из Бурятии. В женской борьбе у нашей сборной одна финалистка, выступающая за Дагестан, Елизавета Смирнова. В борьбе за золото поборется с Полиной Лукиной из Ростовской области. Обычно мы всегда проводим, конечно, все красиво, хорошо. В такой организации на других турнирах столько зрителей, какой борьбы красивой. Все вместе, это очень замечательно и впечатляет. Вот, пожалуйста, слышите зрителей. Я еще не видел, что только зрителей где-то в других залах было. Полный зал. По спортсменам скажу, пока все лидеры у нас идут без поражения.